Дозор! Системы безопасности в городе Кирове! Видеонаблюдение, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом. И, внимание, акция! Оборудование Hi-Watch теперь доступно со скидкой 30%. Дозор! Улица Комсомольская, 8, телефон 255615. Подробная информация в акции и модельном ряде в группе ВКонтакте либо на сайте kirovdfisafety.ru Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Лобовое столкновение двух легковушек. Три человека погибли и еще трое получили тяжелые травмы в ДТП под тужой. Пока одна отвлекала, другая обыскивала квартиру. В Кирове две женщины приставились работницами газовой службы, похитили у пенсионерки 270 тысяч рублей. Не дождалась, не пропустила и удар получила. Два человека получили травмы в аварии на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского. Слышал о подобных видах в дистанционной теме, но никак не предполагал, что походу сюда не получил. Два кода и 260 тысяч рублей. Но факт, что это оказались не коды отмены, а коды подтверждения на перекисление денег на газ. Сколько таким образом зломышленники вас похитили? 260 тысяч. История быстрого заработка, обмана и кражи с банковского счета произошла в Кирове. Три человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы в ДТП под Тужой. Там лоб в лоб столкнулись 12-я и Приора. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 5 декабря в 12.45 на 197-м километре трассы Вятка. По предварительным данным ГИБДД, водитель 12-й выехал на встречную полосу. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 по предварительной информации выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Лада Приора. В результате происшествия два пассажира автомобиля ВАЗ, а также один пассажир автомобиля Лада Приора погибли на месте. Оба водителя, а также 26-летняя женщина-пассажир автомобиля Лада Приора получили тяжелые травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. На дороге Киров-Русское произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, водитель Лады 12-й модели съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В итоге 16-летний пассажир авто получил травмы, медики оказали подростку помощь. В Кирове на улице Пролетарской пострадал пешеход. По предварительным данным полиции, 31-летний водитель Мерседеса поворачивал налево и не пропустил 40-летнюю женщину. Медики оказали пострадавшей помощь. На улице Романа Ярдякова у дома номер 24 столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГАИ, водитель Форда Фокус наехал на припаркованный автомобиль Хенде Солярис. В этом ДТП нет пострадавших. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Еще два человека получили травмы в аварии на перекрестке улиц Карла Маркса и Боровского. Там женщина-водитель Форда Фокус не вовремя повернула налево и спровоцировала столкновение с Ауди. На место происшествия выезжал наш корреспондент Павел Москвин. Кадры аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно, как по улице Воровского едет белый Форд Фокус. Машина медленно и под большим радиусом повернула налево на Карла Маркса. В это время на огромной скорости в нее врезался Ауди. После удара оба автомобиля отбросило в сторону и развернуло на 180 градусов. Первыми заметили аварию, поспешили на помощь пешеход и водитель 14-й. Первый после удара сразу вскинул руки в стороны и побежал к пострадавшим. Второй остановился, вышел из авто и тоже направился в сторону битых машин. К счастью, медики были рядом и смогли приехать через считанные секунды после аварии. 21-летний водитель Ауди сам идти не смог. Врачи погрузили его на носилки. Также травмы получила 28-летняя девушка-водитель Форда. Ее также с травмами увезли в больницу. Инспекторам ДПС пришлось производить замеры ДТП без его участников. Как пояснили в ГИБДД, после обследования и оказания медпомощи пострадавшим не потребовалась госпитализация. Обе машины получили серьезные повреждения. У Форда сработали передние подушки безопасности, под замену капот, крыло-бампер, решетка радиатора, фара и много скрытых элементов. Повреждений на Ауди не меньше. Судя по всему, ремонта не избежит и ходовая часть авто. Скорее всего, виновникам ДТП признают девушку-водителя Форда. Ведь, судя по камерам, именно она не пропустила встречную Ауди. Наверняка она будет возмещать водителю черной иномарки причиненный ущерб. Также девушке грозит штраф за опасный маневр. Это тысяча рублей. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что будет дальше. Пока одна отвлекала, другая обыскивала квартиру. В Кирове две женщины представились работницами газовой службы, похитили у пенсионерки 270 тысяч рублей. Слышал о подобных ютуберах дистанционных, но он никак не предполагал, что попадут в финальный урочек. Два кода и 260 тысяч рублей. На факту это оказались не коды отмены, а коды подтверждения на переписывание денег на связи. Сколько таким образом злоумышленники у вас похитили? 260 тысяч. История быстрого заработка, обмана и кражи с банковского счета произошла в Кирове. В последний момент уехал в Кювет. На трассе Вятка камера зафиксировала, как едва не произошло лобовое столкновение фуры и иномарки. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Кирове две женщины пришли в квартиру к пенсионерке, представились работницами газовой службы и похитили у нее 270 тысяч рублей. Пока одна разговаривала с бабушкой, другая обыскивала комнату. Подробности этого происшествия, а также другие наиболее важные за неделю в нашей рубрике «Сводка». 4 декабря в Кирове две женщины пришли в дом к 79-летней пенсионерке, представились работницами газовой службы и напросились в квартиру. Пока одна разговором отвлекала хозяйку на кухне, другая, по всей видимости, обыскивала комнату. После ухода женщин пенсионерка обнаружила пропажу денег. Злоумышленницы унесли 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». У полицейских есть основания полагать, что к совершению хищения причастны две 40-летние женщины цыганской внешности и еще две женщины, на вид которым 30-35 лет. Информацию о личностях и местонахождении подозреваемых просят сообщать в полицию по телефонам на экране. 25-летнего жителя Астрахани Илью Чесноковой и 26-летнюю кировчанку Дарью Мыльникову осудили за торговлю наркотиками в крупном размере. Они создали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и продавали их через закладки. В конце марта этого года, после попытки сбыть наркотики через тайник, парочку задержали сотрудники полиции. Суд согласился с мнением гособвинителя прокуратуры Октябрьского района о доказанности вины Ильи и Дарьи и признал их виновными, назначив наказание в виде 7 и 6 лет лишения свободы. Мыльникова обжаловала решение суда, заявив, что у нее есть маленький ребенок. Осужденная обжаловала объединительный приговор в суд апелляционной инстанции. В своей жалобе она указала о том, что имеет наиждевение трехлетнего сына. Просила применить положение 82-й статьи Уголовного кодекса России о применении отсрочки реального исполнения наказания в виде лишения свободы до достижения сыном 14-летнего возраста. Вместе с тем суд апелляционной инстанции отклонил жалобу осужденной, согласился с позицией прокурора и оставил приговор в законной силе. Теперь Илья будет отбывать наказание в колонии строгого режима, Дарья в колонии общего режима. Сотрудники Росгвардии приехали на вызов в дом на улице Воровского. Ночью их вызвал хозяин квартиры Сергей, который утверждал, что его порезала ножом сожительница Яна. Выяснилось, что Сергей и Яна живут вместе уже 16 лет. В эту ночь мужчина где-то гулял, а когда пришел домой, стал будить свою подругу. Женщине это не понравилось и она вспылила. В ответ Сергей начал ее бить. Она схватила нож и порезала ему подбородок. Впрочем, скорую парочка вызывать не стала, так как у Сергея лишь царапина. Заявления друг на друга возлюбленные тоже решили не писать. Отпустили Росгвардейцев и легли спать. Четверо подруг предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в составе ОПГ. Три года назад 40-летняя жительница Кирова вместе с тремя приятельницами организовала в домах на улицах Чапаева и Комсомольской подпольные игровые клубы. Все это длилось до июля этого года, пока оперативники не прикрыли заведение. Следователи выяснили, что дамская ОПГ работала четко и сплоченно. У каждой женщины в ней была своя роль. Все работало под прикрытием. Свою преступную деятельность подруги завуалировали под предоставление услуг населению для осуществления сделок на внебиржевом рынке. Доходы от игорного бизнеса кировчанки делили между собой в зависимости от личного вклада каждой в общее дело, а также расходовали на содержание игровых залов. Уголовное дело направлено в суд. Житель Слободского лишился грузовика за долг в 5 миллионов рублей. Мужчину остановили на посту ГИБДД во время сплошной проверки водителей с помощью комплекса «Дорожный пристав». Его автомобиль находился в розыске. Должник не выплачивал кредит и скрывал заложенный в банке грузовик. Также он накопил 5 миллионов рублей долга по штрафам и транспортному налогу. Причем о себе мужчина рассказал, что у него нет никакого имущества. Он живет в лесу, промышляя собирательством и охотой. Прямо на трассе грузовик арестовали. Алина Котрихова, место происшествия. История быстрого заработка, обмана и кражи с банковского счета произошла в Кирове. Телефонные мошенники вновь успешно разыграли очередную жертву. Весьма непожилой мужчина, что называется, повелся на разговоры собеседника по телефону и потерял 260 тысяч рублей. После такого фиаско он написал заявление в полицию. Анатолий и сам понять не может, почему его так, мягко говоря, развели на деньги. Слышал о подобных идей дистанционных сигналах. Никак не предполагал, что попадут в снайдную удочку. Удочка была самая, что ни на есть обычная. Сначала позвонили с московского номера, затем напугали кражи денег, потом предложили пути решения проблемы. Протелись по имени, отчеству представили, что они являются сотрудниками службы безопасности. Сообщил, что по моей кредитной карте проходят странные платежи. То есть запрос на перевод денежных средств. В итоге виртуальная история и ситуация в один момент стала для Анатолия реальностью. Он поверил телефонному мошеннику. Тот сообщил, что нужно провести блокировку. Сейчас к вам на телефон придут два смс-сообщения с кодами. Их нужно сообщить. На факту это оказались не коды отмены, а коды подтверждения на переписление в денежных средствах. Сколько таким образом злоумышленники у вас похитили? 260 тысяч. То есть сколько они таким образом операции провели? Две операции по 131 тысячи с небольшим. Куда улетели уже реальные 260 тысяч рублей? Бедный и доверчивый Анатолий так и не понял. Сейчас этими перечислениями будет заниматься полиция. В настоящее время проводится следствие. Устанавливается личность злоумышленника. Гражданам не рекомендуется сообщать неизвестным реквизиты банковских карт и коды подтверждения, полученные в смс-сообщениях. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы со штрафом. Впрочем, его еще нужно найти. По словам следователя, в ноябре этого года полицейские из отдела по расследованию преступлений, совершенных дистанционным способом, успешно раскрыли два подобных уголовных дела. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся. Смотрите далее. В последний момент уехал в Кювет. На трассе Вятка камера зафиксировала, как едва не произошло лобовое столкновение фуры и иномарки. Не опустил стрелу. На улице Ивана Попова автокран оборвал троллейбусные провода. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Ивана Попова камера зафиксировала, как автокран оборвал троллейбусные провода. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улицы Щерса и Попова водитель автокрана забыл опустить стрелу и зацепил троллейбусные провода, которые в итоге отлетели на встречные автобусы и иномарку. Из людей в аварии никто не пострадал. Водителю автобуса пришлось высадить пассажиров и ждать сотрудников ГИБДД. На трассе «Вятка» водитель «Форда» пошел на обгон и не убедился в безопасности маневра. В последний момент нарушитель на легковушке свернул в кювет. В противном случае после лобового удара он, скорее всего, погиб бы на месте ДТП. На перекрестке улиц Красноармейской и Володарского водитель «Приоры» на скорости протаранил иномарку «Рено». Девушка-водитель была в шоке и не сразу остановилась. Вина в этой аварии очевидна. Водитель «Приоры» на перекрестке не уступил дорогу «Рено». За это ему полагается штраф 1000 рублей. На перекрестке улиц Московской и Менделеева водитель «Синего» с «Шевроле» не уступил дорогу в встречной «Мазде» и повернул налево. После удара пострадали два пассажира «Шевроле». На повторе видно, что водитель «Мазды» ехал на зеленый сигнал, а водитель «Шевроле» не пропустил его. За этот маневр виновнику аварии грозит штраф 1000 рублей. На проспекте строителей водитель автобуса 88 маршрута поворачивал из среднего ряда налево и столкнулся с «Тойотой». Судя по видео, с места ДТП водитель автобуса скрылся. За это ему грозит лишение прав от одного года до полутора лет или арест до 15 суток. Также шофер общественного транспорта нарушил правила маневрирования. За это ему полагается штраф 500 рублей. На улице Московской таксист на серебристой иномарке решил повернуть налево и не убедился в безопасности маневра. Вина таксиста в этой аварии очевидна. Также он не уступил дорогу водителю Мазды и за это полагается штраф 1000 рублей. На улице Красина во дворе произошло курьезное ДТП. Никто из участников происшествия не знал, кто же главный и кто же первый может проехать. Поэтому поехали сразу и вместе. Судя по видео, в аварии виноват водитель Шкоды. Он поворачивал налево и при проезде таких перекрестков должен был воспользоваться правилом помеха справа и уступить дорогу «Тойоте». За такое нарушение водителю Шкоды грозит штраф 1000 рублей. На новом мосту гонщик на Шкоде чуть не попал в серьезное ДТП. На скорости он подрезал автомобиль с регистратором. За то, что не уступил дорогу водителю Шкоды грозит штраф 1000 рублей. Также, судя по знакам, нарушитель должен был выезжать на главную дорогу сначала в крайний правый ряд, а он вылетел сразу в средний. За это штраф 500 рублей. На улице еще раз водитель Киа едва не сбил мужчину на пешеходном переходе. Нарушитель не заметил, что грузовик остановился у пешеходного перехода и продолжил движение. За то, что водитель Киа не уступил дорогу пешеходу, ему грозит штраф от 1500 рублей до 2500 рублей. В поселке Чистые пруды на перекрестке улиц Лесной и Советской водитель Рено не разобрался в дорожных знаках и чуть не спровоцировал ДТП. На улице Лесной установлен знак главной дороги. Также указано направление движения налево. Водитель Рено ехал по Советской и на знаки не смотрел. За это нарушение ему полагается штраф 1000 рублей. Михаил Вагин, место происшествия. На этом все. Это был проект «Место происшествия». Подписывайтесь на наши паблики и аккаунты ВКонтакте, в Инстаграме и, конечно, на Ютубе. В студии для вас работал Михаил Вагин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok